24 июня открылся торговый дом Савалмаш. Это площадка для продажи электроинструмента и бытовой техники с приводом на Славянке. Изделия разрабатываются в Савалмаш. Первыми будут продаваться углошлифовальные машины, затем запланированы продажи торцовочных пил и других видов техники. В Китае тем временем создается предприятие, которое будет выпускать бытовую технику и электроинструменты со встраиваемым приводом разработки Савалмаш. Завод будет производить как технику, так и электроприводы, а Савалмаш получать комиссию с каждого проданного изделия. Первоочередное право приобретения будет предоставлено инвесторам и партнерам проекта. На строительной площадке Савалмаш полным ходом идет подготовка к зиме. Строители закрывают тепловой контур здания. Монтаж внешней облицовки, окон и кровли почти завершен. В административно-бытовом корпусе смонтирована большая часть остекления. Эркер полностью закрыт панорамным остеклением. Завершается заливка подбетонки в опытно-производственной части здания. На антресолях второго этажа выполнена противопожарная обработка металлических конструкций и начат монтаж межкомнатных перегородок. В июне смонтировали пожарную лестницу административно-бытового корпуса. Близится работа по прокладке инженерных коммуникаций. Они требуют больших единовременных затрат. Сейчас у каждого из вас есть возможность поддержать строительство по КТБ. Инженеры Сывалмаш разработали универсальный привод для электроинструмента и бытовой техники на замену стандартного коллекторного привода. Испытания привода в составе углошлифовальной машины показали, что двигатель превосходит по характеристикам заводские аналоги. Специалисты Сывалмаш отработали технологию заливки короткозамкнутого ротора алюминием. Благодаря им удалось значительно облегчить и удешевить производство ротора. 21 июня состоялась первая успешная заливка ротора мотор-колеса алюминием. В Китае стартует онлайн обучение инженеров. Специалисты из разных стран обучаются эксплуатации и сервисному обслуживанию электромобилей и электромотоциклов на Славянке. Также они научатся готовить комплекты для переоборудования бензиновых транспортных средств в электрические с применением технологий совмещенных обмоток. Обучение инженеров будет проходить при участии партнера Сывалмаш Виктора Арестова. Программа позволит расширить по всему миру сеть сервисных центров, в которых сможет обслуживаться техника на Славянке. В июне прошли ходовые испытания различных транспортных средств с двигателями на Славянке. Технику подготовила компания «Стин», основателем которой является партнер проекта Андрей Лобов. Двигатели с совмещенными обмотками отлично показали себя на речном транспорте. 5-киловаттный мотор был установлен на лодку МЧС России. Сотрудники МЧС участвовали в испытаниях на реке и остались довольны техникой – ее бесшумностью, скоростью, маневренностью и отсутствием гари. Позднее 7-киловаттный электродвигатель установили на катер весом 600 кг. Моторы на Славянке используются не только на воде, но и на суше. Тук-тук с таким двигателем и солнечную панелью больше месяца без нареканий отработал на агроферме. Еще одна разработка компании «Стин» – модернизированный мотоцикл «Баджарш Пульсар». Один из самых популярных мотоциклов Азии был протестирован на дорогах Сочи и показал, чем он лучше заводского бензинового байка. Транспорт на Славянке востребован в различных областях. Особое внимание проявляет к нему бизнес, которому важна экологичность техники. В июне была анонсирована международная конференция Solar Group. Она состоится 6 августа в Ленгресс-центре особой экономической зоны Технополис Москва-Валабушево. Участников события ждут. Выступление первых лиц Solar Group и представителей Savalmash. Общение с другими инвесторами и партнерами. Шоуром двигателей и техники на Славянке. Возможность увидеть патенты, протоколы испытания двигателей и другие документы компаний. И главное – визит на строительную площадку Savalmash. Это главное офлайн-мероприятие в проекте за последние три года. Принять участие в нем смогут только 350 человек. Регистрируйтесь сейчас по ссылке в описании видео, чтобы попасть в их число. Добрый день. Меня зовут Виктор Кузнецов. Мне 37 лет. Я купец. Древняя профессия. Я участвую в двигателе Двенова с 2017 года. Узнал об этом проекте в 2013 году. Сейчас стал инвестировать только, к сожалению, в 2020 году. Потому что по финансовым обстоятельствам. Моё образование среднее полное. Один из классов. Я думаю, что технологии Двенова помогут спасти этот мир от загрязнения, окружающей среды. И сделают мир чище для людей, для детей, для будущих поколений. Всех будущих поколений. Впрочем, вся земля будет спасена тоже. Благодаря двигателям Двенова. Дмитрию Александровичу Двенову. Желаю успехов, долголетия, процветания, любви и добра. Всех люблю. Всем мира и добра.